Жители лесозавода жалуются, из-за частых повреждений на старом водопроводе могут остаться без нового асфальта. Полотно, которое они укладывали за свои деньги, вскрывают несколько раз в месяц. В ситуации разбиралась Азиза Исабай. Это улица Пожарная. Главная проблема местных жителей – обеспечение питьевой. Рассказывают, что водопровод в поселке лесозавод появился почти 30 лет назад. А в 2017-м заменили трубы, но в эксплуатацию их так и не ввели. Мы пользуемся старшим водопроводом, который за последний только месяц, порядка 7 раз, приезжали аварийщики. Приезжают, скрывают, копают, всю улицу перекопали. У нас здесь, на этой улице, нет участка, где бы они ни копали. Потому что везде постоянно заливают наши все подвалы. Вот, держим дома кур. Вчера 15 яиц снесли, сегодня 10. Во дворе у нас еще растет крыжовник. На все это не бывает воды. Хотела еще держать корову. Но как, если такие условия? Воды часто не бывает. Напомню, в этом году на лесозаводе асфальтируют дороги. Жители улицы Пожарной переживают, что из-за частых разрытий коммунальщики обойдут их стороной. Говорят, авария за последний месяц – седьмая. Дорожники говорят, пока вы вас не справите водопровод, система. Мы не будем асфальтировать улицу, потому что смысла нет. В 2018 году два дома. Мы вот с соседом провели асфальт. За свой счет заплатили деньги, заасфальтировали, чтобы более-менее культурно было здесь облагорожено. Но после этого уже раз в десять его вскрывали. Этот асфальт. И никто нам его не собирается останавливать. Все работы, которые сейчас ведутся по лесозаводу касательно улицы Пожарной, в пятницу все работы закончатся и все абоненты будут переключены на новую сеть. Старая сеть отключится и выведется из эксплуатации. Срок эксплуатации новых труб 50 лет, а значит, повреждений быть не должно, уверяет монополист. Тем временем, появится ли новый асфальт после переподключения, в отделе ЖКХ не сообщают. Азиза Исабайт, Мухаммед Эгужа, Александр Колесников, телекомпания Ирбис.